Всем привет! Ну, вы видели, да, заявленную тему, сейчас я подожду, пока все соберутся, потому что, на самом деле, то, что сегодня я услышал от Эрика, меня шокировало реально. Сейчас я вам об этом расскажу. Сейчас побольше народу соберется. Сейчас время 12 часов, ну, полночь, завтра у нас суд, и, кажется, начинает открываться истинный замысел происходящего. Я несколько дней не мог попасть к Эрику в СИЗО, в матросскую тишину. Сейчас расскажу вам то, что сегодня услышал от Эрика. В каком смысле убивает? В самом прямом смысле. Сейчас вам все об этом расскажу. Как слышно? Нормально? Там кто-то пишет, что связь плохая. Нормально, да? Подождите, а как можно посмотреть, сколько человек онлайн? Вот, что-то у меня только какая-то прога. Не очень. Так, ну что, все готовы. Значит, сегодня был у Эрика. Я сейчас буду говорить о неких фактах, да, которые он мне рассказал, и я просто записывал. И не верил, не верил своим ушам, что такое возможно сегодня по резонансному делу, за которым наблюдает без привлечения, можно сказать, вся страна. Итак, несколько дней я не мог попасть в следственный изолятор матросской тишина. Сегодня мой коллега занял очередь в 6 утра, и в 15.30 я таки попал к Эрику. Учитывая, что изолятор на прием, на общение с адвокатом работает до 5 часов. То есть, у нас было полтора часа. С чего начать? Ну, начну, наверное, от простого к сложному, да? Эрик последние 10 дней перемещается из камеры в камеру. Ну, если вы понимаете такой сленг, это называется, те камеры, в которых он сейчас содержится, в простонародье называются пресс-хаты. То есть, это камеры, которые направлены на то, чтобы оказывать морально-психологическое воздействие на тех людей, которые там содержатся. Понятно, что, значит, контингент в этих пресс-хатах разный, но задача этих людей морально подавить человека, на которого указывает заказчик. Не буду я говорить администрации, либо это какие-то представители следствий и так далее, и так далее. Но давайте начнем по порядку. Кто такой Эрик Китуашвили? Мы все знаем, что он долгое время боролся и борется с коррупцией. Кроме всего прочего, наверное, вы видели у него на YouTube или, может быть, в Перископе, в Инстаграме, что он боролся также с угонами автотранспорта. Придумал даже некую систему. И, по-моему, даже мобильное приложение они с ребятами создали, которое позволяет бороться с угонами. То есть, как заявлял сам Эрик, это приложение позволяет победить угоны. И как вы думаете, в какую камеру изначально посадили Давидыча? В камере, где содержатся подозреваемые и обвиняемые в угонах автотранспорта. Как вы думаете, как они его встречали, как они его встретили? И что они ему говорили? Конечно же, они ему предъявляли претензии. Я вообще редко ругаюсь матом, да? Но вот в этих обстоятельствах мне крайне сложно сдержаться от более конкретного слова. Это пиздец. Значит, он заключается в том, что, естественно, те люди, которым его подселили, они, мягко говоря, недовольны, что он боролся с угонами, потому что угоны – это их хлеб. Кроме того, в качестве претензий они предъявляют и то, что Эрик боролся с гаишниками-коррупционерами, потому что именно эти люди, в том числе, и коррумпировали этих сотрудников ГИБДД. То есть они ему предъявляют, что он фактически… То есть они работали над тем, чтобы этих сотрудников коррумпировать, а он их взял и изобличил. Круглосуточно они ему угрожают убийством. Я не преувеличиваю. Круглосуточно они… То есть в разных камерах разное количество людей. От 12 человек до… Точнее от 4 до 12. Соответственно, по законам жанра, если это 12 человек, то они делятся пополам, 6 на 6. И начинается то, что… То, о чем говорят качели. То есть 6 человек настроенные воинственно, 6 человек как бы за Эрика. История начинается такая. То есть сначала они его вынуждают, чтобы он им, значит, путем друзей, с помощью друзей на свободе какие-то деньги передавал, еще что-то. Ну и в конечном счете угрожают его убить. Эрик сам парень как бы не робкого десятка. И при этом он понимает, да, что у него по большому счету, если ничего не изменится, то у него два выхода. Либо убьют его, либо, соответственно, да, если какие-то попытки будут причинить ему какое-то физическое воздействие, то есть он как бы уже к этому готов, то вполне возможно он может кого-то и убить. И тот и другой вариант для него, понятно, что не самый лучший. Значит, через какое-то время его переводят в другую камеру, где содержатся люди, обвиняемые в убийствах. То есть сидят три человека, то есть камера на четыре человека, там сидят три человека, все подозреваются в убийствах, причем по не одному убийству, по серии убийств. Естественно, значит, они все настроены решительно. Ну, те люди, которые понимают, что такое пресс-хата. Кстати, хочу сказать, что если говорить о представителях, скажем, как бы криминала, да, как бы правильного, да, в этом изоляторе, то они все относятся к Эрику с уважением. Пресс-хаты так называемые красные, то есть это те камеры, которые полностью контролируются администрацией этого учреждения. Просто пытаюсь говорить понятным языком для обывателя. То есть Эрика помещают в те камеры, которые полностью контролируются и исключительно администрацией учреждений. Я отвечаю за свои слова и я готов вместе, может быть, с независимой общественной группой контроля посетить все эти камеры, поднять дела тех арестантов, которые там содержатся, чтобы понять и убедиться в достоверности того, о чем я сейчас вам рассказываю. Так вот, потом его помещают к убийцам. Ну, многие из вас знают, а те, кто не знают, хочу сообщить, что Эрик имеет соответствующую подготовку физическую, способную без каких-то специальных средств, там, не знаю, там, ножей, пистолетов и так далее, причинить тяжелый вред человеку, защищаясь. То есть он специально подготовлен. При этом он также головой понимает, что все это на руку тем лицам, которые его поместили в этот следственный изолятор. Поэтому он держит некую дистанцию. То есть все пока происходит на уровне психологического давления, но по понятным причинам он не может как бы расслабляться. То есть он постоянно находится на протяжении длительного времени, находится в постоянном психическом напряжении круглосуточной, не имея возможности даже поспать. Почему? Потому что, ну, представьте себе, да, сейчас вы все, кто меня смотрите, что вас на несколько часов поместили в камеру с людьми, которых подозревают в совершении ряда убийств. Вот сможете ли вы спокойно с ними спать, учитывая, что перед сном они вам сказали, что они вас убьют? Понятно, что вы спать не можете, вы находитесь в напряжении, готовы постоянно к обороне. Значит, естественно, Эрик отдыхать не может. Что происходит дальше? Пытаясь воспользоваться тем временем, когда арестантов выводят на прогулку, он хочет поспать. Но что же происходит в этот момент? Приходят представители администрации с доктором и говорят о том, что у них есть серьезные основания опасаться, что у Эрика есть какие-то суицидальные намерения. Поэтому он не может быть находиться один, и пока его соседи по камере прогуливаются, его помещают под надзор другого арестанта в другой камере. Теперь, внимание, вопрос, что это за другой арестант? Во-первых, Эрик не может поспать, потому что он хотел выбрать какое-то безопасное время для того, чтобы немножко поспать и восстановить силы. Но его помещают в другую камеру, якобы для его же безопасности. С кем? Значит, как Эрик описывает этого персонажа? Значит, этот персонаж примерно 2 метра ростом. Он психически нездоров, то есть это видно. Эрик примерно где-то весит по 200 килограмм, он садится вплотную к Эрику и ничего не делает, не говорит, просто чуть ли не к носу, и пристально на него смотрит и дышит. Дышит так, что слюна этого человека, соответственно, время от времени попадает на Эрик. И Эрик, естественно, пытается от человека отодвинуться, он продвигается, и так происходит часами, по несколько часов, 2-3 часа. Потом этот человек начинает смеяться, этот человек начинается, ну вот вы можете себе представить, то есть может быть сейчас сидя дома у мобильного телефона или у телевизора в шерстяных носочках, чашка чая, ты думаешь, ну а что такого? Ну сидит какой-то психически нездоровый человек и просто на тебя смотрит, но поверьте мне, это действительно оказывает серьезное психологическое воздействие. Значит, и таким образом Эрик перемещается внутри, по вот этим так называемым пресс-хатам, где на него постоянно оказывается психологическое давление. Дальше, что касается еды. На сегодняшний день, несмотря на то, что мы заказываем через сайт ему еду, он никакой еды не получает, ему передают передачи, и передачи не получают. То есть он должен, по идее, питаться баландой. А теперь что происходит с баландой? То есть, опять-таки, чтобы было понятно обывателям, есть такой термин баландеры, то есть это арестанты, которые отбывают наказание в следственном изоляторе, они разносят баланду другим арестантам. И вот такой баландер, передавая миску с супом, если его так можно назвать, передавая ее Эрику, говорит тебе привет, и плюет в эту тарелку. Естественно, что делает Эрик? Эрик эту тарелку выливает на этого же баландера и передает ему такой же привет. Все, конечно, хорошо, но Эрик не ест, то есть он не может поесть. У него начинает болеть желудок, естественно. Он вызывает врача, приходит врач. Теперь, внимание, вопрос, что дает врач от желудка Эрику, человеку, который ничего не ел на голодный желудок, что он дает ему? Он ему дает кетанов. То есть, все, кто понимают, да, то есть кетанов это обезболивающее. На что Эрик говорит, у меня желудок болит, дайте мне что-то от желудка. Врач, смеясь ему в лицо, говорит, ну у тебя же болит, а вот обезболивающее, ешь кетанов. Ну вот я всем, кто меня смотрит, хочу предложить съесть кетанов на голодный желудок, да, особенно находясь в стрессе несколько дней. Теперь, внимание, вопрос. Когда у Эрика была возможность первый раз, извините, посетить душ, да, на 19-й день после задержания? На 19-й день после, просто какие-то вещи я записал на бумажке, потому что, когда я увидел Эрика, Эрик, это человек, который, ну, обладает некой психологической, физической подготовкой выше среднего статистического человека, да. То есть, и если я его вижу в таком состоянии, как бы напряженном, да, то есть я примерно понимаю, в каком аду, кстати, между площадью, слово ад, он употребил сам, что он находится в аду. И я могу себе это представить, да, когда круглосуточно ему, когда круглосуточно ему поступают угрозы. Значит, вот, еще важный момент. Когда Эрик пришел, я увидел, что он щурится, да, то есть он от света дневного, как бы у него глаза, глаза очень сильно напрягаются. Оказывается, все это время, что он не приходит на встречу, ну, с адвокатом, он находится все время в получме. То есть, все это происходит в получме круглосуточно. Не вижу вопросов, там никто-то про суд задает, но что-то, давайте я вам расскажу, что еще не увидел и услышал, да, потом мы, может быть, какие-то вопросы, вопросы обсудим. Значит, теперь, что такое матросская тишина? Матросская тишина, я не хочу обидеть хороших, порядочных людей, которые там работают, да, потому что я сегодня их там встретил достаточно. Когда я стоял в очереди, чтобы зайти, чтобы зайти, мне надо просто зайти внутрь, да, нужно потратить минимум час-полтора. И чтобы выйти, тоже нужно потратить час, причем мы стоим в общей очереди, где и сотрудники этого учреждения, да, там, и, между прочим, сотрудники учреждения, которые меня узнавали, они подходили, они отказывались представляться, и они говорили, Эрик вообще просто мужик прям с большой буквы. Оказывается, там есть корпуса в матросской тишине, куда боятся заходить даже сотрудники учреждения. То есть в этом корпусе содержатся ВИЧ-инфицированные, в этом корпусе содержатся туберкулезники, и в этом корпусе содержатся особо опасные преступники. Именно в этот корпус поместили Эрика. Вот. Кстати, хороший вопрос. Сергей, а если так кленово, может быть ему сдаться, может быть ему признаться? Теперь вы понимаете, для чего все это делается? Теперь я могу предположить, для чего вся эта история затеялась. То есть, учитывая, что дело слеплено на скорую руку, доказательств никаких нет, дело возбуждено не по той статье, сроки давности прошли и так далее. Вся надежда на то, что Эрик признает свою вину сам. И если он признает свою вину сам, то фактически, знаете, победителя не судит. То есть, человек вышел, признался, и значит, все законно, все нормально. И дело возбуждено законно, и статья та, которая нужна, и вообще все отлично. И мы с вами все идиоты, и кретины, которые за него заступались, его поддерживали и так далее. Но, и мне подходили сотрудники этого учреждения, когда я уже на выход стоял. Слава Богу, я сегодня к Эрику пробился. Я увидел вот реально тот ад, в котором он находится. И мне подходят сотрудники, они говорят, мы знаем, что такое этот корпус, где он содержится. Первоходы, то есть, это те люди, которые первый раз выпадают в места лишения свободы. Они выдерживают максимум 24 часа вот этого прессинга. Им хватит даже одной пресс-хаты, да, там к убийцам посади, то есть, ты сделаешь там все, что нужно. Люди, которые подготовленные, опытные, они выдерживают, могут до трех дней выдержать. То есть, как мне объяснили сегодня люди, вот сотрудники, которые этим, в этом немножко больше разбираются. Есть, оказывается, специальная схема, как ломать людей. При этом уже рассчитанной опытным путем проверено, сколько конкретно дней нужно, чтобы сломать человека. А что нужно от человека? Чтобы он признал вину. Чтобы он сказал, уберите меня из этого ада. Я согласен на все, я признаюсь в убийстве Кеннеди. Вообще вот это все сделал я, только уберите меня из этой истории. Так вот, Эрик содержится уже 10 дней в этой ситуации. Он в этой истории содержится 10 дней. И я буду выходить по 50 раз. Вот там человек пишет, да, что это неправда. Ну давай, приходи завтра в Мосгорсуд, расскажи, а что на самом деле правда предложит. Я, кстати, обращаюсь ко всем журналистам. Сделайте все возможное законным образом. Получите согласие, значит, этого изолятора и возьмите интервью Давидовича просто. И он вам все сам расскажет. Он вам расскажет даже больше, чем я вам расскажу сегодня. Потому что есть какие-то вещи, которые, честно говоря, я даже побаиваюсь рассказывать, что там вообще происходит. Потому что это полный трэш. И я не думал, что... Я слышал о том, что такое бывает, да, но я не думал, что такое может быть по резонансным делам, когда внимание общественности, внимание средств массовой информации более чем повышенное. Итак, Эрика пока не могут сломать. Но Эрик говорит, я в принципе понимаю, я знаю такую схему, когда людей ломают, да, и я головой-то понимаю, что происходит, но между тем я все-таки как бы биологически в какой-то степени... То есть мое тело и сознание, оно подчиняется как биологическим, так и законам физики. Поэтому я понимаю прекрасно, что всему есть предел. Да, что в какой-то момент это действительно может достичь какой-то точки кипения. При этом смотрите, какая история. Эрик не вызывал никакого психолога, психиатра и так далее. Но его стал ежедневно посещать психиатр, завел карточку, приходит, задает какие-то вопросы. Мы опасаемся, что это может быть для чего сделано. Эрик сегодня сказал это. И он, кстати, это на суде говорил, сегодня сказал в очередной раз, что если вдруг его найдут в камере повешенным, то его повесили. Он не собирается вешаться. Если вдруг его найдут в камере, вскрывшем вены, значит ему вены вскрыли. И на самом деле складывается впечатление, что сейчас подготовка к этому происходит. То есть к нему приходит доктор, которого Эрик не вызывал. Да, у него кроме желудка, в общем-то там, да, там и спины особо ничего не болит. Доктор с ним разговаривает, завел карточку, да, и потом, если вдруг что-то произойдет, наверное, администрация заявит. Он ненормальный был, вот его посещал доктор, у него даже здесь карточка заведена. То есть все логично, там психопат повесился, все логично, да. Вот. Так вот, я буду выходить по 10 раз в день перископ. Я готов положить свое адвокатское удостоверение, лишите меня статуса, там, чего угодно. Да, то есть я отдаю отчет своим словам. Но мы должны вместе с вами сделать все возможное, чтобы как можно быстрее была создана независимая комиссия, которая будет ежедневно проверять условия содержания Эрика Давидовича Китуашвили в этом учреждении. Чтобы так не получилось, да. Ну, я уже не говорю про закон, но хотя тем, кто разбирается, я даже специально распечатал, да, чтобы вы понимали. Вы можете потом нажать на стоп, да, там, на трансляцию. Есть статья 33 федерального закона о содержании под стражей подозреваемых обвиняемых в совершении преступления, который говорит о раздельном размещении в камерах. Не могут в камере сидеть вместе люди за убийства и за экономические преступления, да. Насильники и люди, которые, не знаю, там, украли банку сгущенки. Потому что я напоминаю всем, да, кто забыл, а может быть кто-то не знал, что в настоящее время вина тех людей, которые содержатся в СИЗО, она не доказана. Суд установит ее или не установит. И эта мера направлена лишь на то, чтобы лицо не скрылось от следствия. Это мера пресечения, а не мера наказания. Но наряду с этим человек уже сейчас ежедневно, ежесекундно испытывает пытки, мучения, потому что иной раз психологическое воздействие, да, оно посерьезнее психического, физического воздействия. На сегодняшний день, как такового, физического воздействия никакого нет. Но оно может наступить в любой момент, да. То есть, если заинтересованные лица понимают, что Эрик не ломается, он не дает им то, что они хотят, а то не собирается признаваться в том, чего он не совершал, то вполне возможно, может уже перейти все и к физическому воздействию. При этом, кстати, пока я стоял в очереди на выход, да, там, как я уже говорил, находились в том числе и сотрудники этого учреждения, они все абсолютно выражали свою поддержку Эрику, потому что они им восхищены. Человек реально пользуется уважением как правильных, так называемых, черных представителей криминального мира, да, по крайней мере, несколько из них заходили, да, вот в нашу комнату, когда мы общались, да, и выражали поддержку Эрику, потому что о нем знает вся тюрьма, то есть знают все. И что с ним происходит, и кто над ним работает, да, и что это за люди, и так далее, и так далее. Но самое, знаете, что самое ужасное, что все это происходит на наших с вами глазах. То есть сегодня было полиции возбуждено уголовное дело за якобы угрозой в адрес вот этого корреспондента «Россия-1». Кто ему угрожал? Где ему угрожали? Что там? То есть абсолютный бред, да. Возбуждается дело по статье, значит, по которой, не по той, по которой должны были возбудить. Человек берется под стражу, хотя он прописан в Москве, никогда ни от кого не скрывался, да. То есть происходит откровенный и реальный беспредел. И он происходит абсолютно нагло на наших глазах, когда мы все все видим и все понимаем. И будет настоящая трагедия, да, если они что-то сделают с Эриком. Поэтому я буду требовать, как от данного учреждения, да, чтобы они обеспечили человеческие условия Давидычу до суда, до вынесения приговора, если не будет изменена мера пресечения. А я наряду с этим буду требовать изменения меры пресечения. Он совершенно спокойно может находиться под подпиской о невыезде. Он может находиться под домашним арестом. Он может находиться под залогом. Он никуда не скрывался, не сбегал и сбегать не собирается. Я прошу журналистов, чтобы они предприняли все возможности и взяли у него интервью в СИЗО. Я буду требовать создания независимого общественной группы, которая будет ежедневно проверять, что происходит с Эриком в той или иной камере. Почему он должен содержаться в корпусе с ВИЧ-инфицированными, с туберкулезниками? Почему он должен сидеть в камере с убийцами? Почему его сажают с автоугонщиками, когда он боролся с автоугонами? То есть, а сейчас, да, вот после всего этого я буду продолжать готовиться к завтрашнему суду, несмотря на то, что мы все прекрасно понимаем, что решение Тверского суда об аресте Давидовича, оно продиктовано Мосгорсудом. И я буду завтра это утверждать в зале суда. Сейчас готов коротко ответить на какие-то ваши вопросы и продолжу готовиться к суду и буду вам рассказывать о том, ну, знаете, сделать, здесь говорят, что из Эрика сделают жертву какую-то. Понимаете, вот он говорит, да, лучше бы, он говорит так про себя, лучше бы меня убили сразу, потому что сделать из него какую-то жертву крайне сложно. Где друзья? Друзья, как так? Ну, где вот вы, вы кто пишете? Вы друзья и есть, где вы? Знаете, очень быстро двигается, я, честно говоря, не успеваю читать. У Давидовича побоев нет, отвечаю, да, вот спрашиваю, Давидович есть побои? Ну, я его не осматривал, да, вот на сегодняшний день, да, там, что у него есть, чего у него нет. Но здесь речь идет не о побоях, речь идет о том, что оказывается серьезное психологическое воздействие. То есть, человек находится там в получмец, в окружении, как бы, враждебно настроенных людей. Что касается Паши Пятницкого, да, то Паша сказал, что с него взяли расписку о неразглашении, по-моему, он там сейчас не может это посещать. Вот, но я сегодня с Пашей разговаривал, я попросил, сразу, как только вышел из СИЗО, я попросил его активно подключиться и сделать все возможное, чтобы этот беспредел прекратить. Вот, представляете, какая история, да, то есть, Эрика знает вся страна, у него аудитория минимум 7 миллионов человек. Что же будет с нами, со мной, с вами, если с нами что-то подобное случится? Да, если вот такая огромная аудитория ничего не может изменить. Значит, при этом, да, то есть, ему отправляются передачи, ему перечисляются на лицевой счет деньги. Кстати, да, вот, парадокс, я бы сказал, даже это тупость, да, то есть, есть арестант, у него есть лицевой счет, но он сам себе ничего заказать не может. То есть, я как человек, который завел на него лицевой счет, я только могу ему что-то заказать, при этом я потом должен отслеживать поступление. И еще одна, да, то есть, значит, прикола нашего городка. Если вы заказали себе, например, обед, то самое раннее, когда вы его получите, через 4 дня. То есть, самое быстрое поступление питания, это через 4 дня. Вот вам, пожалуйста. Кстати, сегодня я стоял долго в очереди в СИЗО, и там одна очередь для адвокатов, для следователей и для сотрудников этого учреждения. И постоянно кто-то пытался, кто-то пролезал без очереди, да, то есть, то, значит, следствие там кто-то, следствие, то какие-то сотрудники учреждения. Я уже смотрю время, я уже не успеваю. И в очередной раз, когда кто-то хотел пролезть без очереди, я стоял и говорю, ну, все, надо прекращать. Оказался замначальник тюрьмы, вот, которому я, в общем, и высказал, да, что, на мой взгляд, не совсем правильно то, что происходит. Ну, такие, знаете, банальный вопрос, что вообще происходит у нас в стране. Вообще, я не считаю, что это проблема страны в целом. Это проблема конкретного следственного органа, и это проблема конкретного следственного изолятора. Нет, ну, его еще не, подождите, его никто не считает, то есть, его не признали виновным, он находится под следствием. Каковы шансы выиграть завтра дело? Еще раз говорю, завтра не рассматривается приговор целиком. Завтра, значит, Тверской суд вынес постановление о взятии его под стражу. До суда он должен находиться в следственном изоляторе. Мы этот судебный акт оспорили, да, в апелляционной инстанции, и завтра как раз будет рассматриваться апелляция. Учитывая, что решение, я как уже много раз говорил, Тверского суда, продиктовано решением Мосгорсуда, вероятность того, что Мосгорсуд сам же отменит свое же решение, крайне низка. Мы все, знаете, как вот Мосгорсуд называют в Москве юристы-адвокаты, да, распространенное мнение, Мосгорштамп. То есть, это тот орган, который существует формально. То есть, де-юро он есть, а де-факто вероятность и процентное соотношение отмены каких-то актов, оно меньше одного процента. Но это не значит, то есть, в любом случае мы завтра будем выступать, в любом случае мы уже подготовили позицию. Я сейчас готовлю и буду, наверное, всю ночь ее готовить. Завтра мы выступим, выразим свою позицию. Те люди, которые придут мирно, они смогут Эрика тоже поддержать, заседание открытое. И то, что против Эрика задействован серьезный как административный, так и судебный ресурс, не говорит о том, что мы не будем бороться. В любой организации, в любом ведомстве судебной системы, правоохранительной, всегда есть хоть один, но честный человек. Внутри системы его называют неадекват, сумасшедший. Человек, который действует по закону, он идейный и он вынесет обязательно законные объективные решения. И наша задача достучаться именно до этого человека, дойти до этого человека. Но мы не знаем, на какой стадии, где он. Поэтому мы каждую неделю подаем по 200 ходатайств, по 200 жалоб, пишем несколько раз в прокуратуру, пишем обжалуем в суд, пишем следователю ходатайства. В надежде на то, что на каком-то этапе попадется честный, порядочный человек, который вынесет абсолютно законные решения по нашей жалобе. И мы будем биться до тех пор, вот спрашиваю, что с прокуратурой, я сейчас расскажу. Значит, у меня уже складывается такое подозрение, знаете, мы подали жалобу в прокуратуру, ее должны были рассмотреть за 10 дней. Но через 10 дней нам дали ответ, что проверка ведется, но она продлена еще на 10 дней. Вчера срок проверки закончился, но нам ответ отправили по почте. Вот сейчас вот мы по сайту Почты России отслеживаем поступление этого письма. У меня складывается, знаете, какое впечатление, что задача на сегодняшний день следствия, это получить чистосердечное признание Эрика. И, возможно, да, как бы следствие тормозит прокуратуру, да, чтобы не отменяли там эти, значит, возбуждения дела. В надежде, что вот-вот Эрик признается, и тогда все, победителя не судят. А Эрик-то не колется, да, то есть он как бы человек-то такой стойкий, то есть его прессуют, а он держится, его прессуют, а он держится. И такое складывается впечатление, я, конечно, не могу утверждать, да, что следствия говорят, ну подождите еще немножко, подождите, сейчас вот-вот он расколется. И происходит определенная затяжка времени в надежде на то, что Эрик будет на себя наговаривать. А этого не происходит. Поэтому мы будем биться до тех пор, да, то есть пускай сколько угодно дел возбуждают, то есть там на блогеров, на кого-то еще, да, там у кого-то отбирают статус, угрожают, делают заказуху в программах. Понимаете, нас много, и мы видим, у нас же есть глаза, да, то есть мы, мозги есть, мы видим, что происходит. И до тех пор, пока справедливость не восторжествует, понятно, что у нас со временем вас, наверное, будет становиться все меньше и меньше. У каждого человека жизнь идет, происходят какие-то новые события, там потрясения, может быть, что-то еще. Но я могу сказать за себя, что пока у меня не отберут статус, да, не аннулируют, либо меня как-то не дисквалифицируют какими-то насильственными, да, там, способами, да, не устранят. Для меня это сейчас дело принципа, и сегодня, когда я увидел и услышал Эрика, то есть я понял, что фактически мы боремся даже не только за него, да, а мы боремся за то, чтобы подобные вещи не случались ни с кем из нас. Вот в чем вопрос, это не должно произойти ни с кем из нас никогда. И в этой истории для этого, да, мы должны победить. Потому что если я завтра случайно, вот я когда ехал, да, там, из тюрьмы к себе в офис по пробке, то какой-то кортеж ехал там из трех машин, и они меня там зажимали куда-то там на бочину. И я должен быть уверен, да, и каждый из вас должен быть уверен, что так не получится, что в этом кортеже вы невольно расстроили или рассердили какого-то чиновника, какого-то полицейского, какого-то судью, который завтра отберет у вас имущество, который вас спасает в тюрьму, который вас спасает в пресс-хату, да, там, у вас там будут психологически давить. Несмотря на то, что вы всего лишь там кому-то не уступили дорогу или не так посмотрели на кого-то. Понимаете, в чем, за что идет борьба, да, и за чего весь этот сыр-бор. Даже не столько, да, там, из-за Эрика, к нему можно по-разному относиться. Изберите Эрику, меру пресечения. Сейчас я, может быть, обращаюсь, если нас смотрит кто-то из представителей Мосгорсуда или там доложил. Изберите Эрику меру пресечения, любую другую, не связанную под стражей. Наденьте ему браслет, посадите дома. И если Давидович нарушит, нарушит эту меру пресечения, и вы его возьмете под стражу, я слова не скажу. Но вы, блядь, дайте ему возможность находиться в человеческих условиях до суда. Вот я не ругаюсь матом, да, но это реально пиздец просто происходит. То есть у нас одна категория людей может творить чего угодно, воровать миллиардами, получать условные сроки, сидеть под домашним арестом, а в перерывах посещать ГУМа и ЦУМа и гулять по Красной площади, да. А других людей можно взять там за шкирку, да. А, кстати, его еще к наркоманам. У Эрика есть совершенно конкретная позиция по наркотикам, он об этом говорил много раз. Он против наркотиков. Значит, куда его нужно посадить правильно? Его нужно посадить к наркоманам. И они подходят к нему, да, то есть там его сажают в камеру к наркоманам, они его подтягивают, говорят, ну что, пацан, ты что, против наркотиков? Ну, да, что, да, я против наркотиков, я не собираюсь переобуваться и извиняться, да, я против наркотиков, там у вас, вы и поэтому здесь оказались, да, то есть он говорит правду в лицо, естественно, они его давят, то есть они ему угрожают, и происходит вот такая возня. Поэтому я призываю, если меня смотрят представители Мосгорсуда, либо кто-то кому-то передаст, вы попробуйте услышать и увидеть, да, что происходит здесь. И сейчас речь не идет о том, чтобы какое-то наказание ему там избрать, там условно оправдать, не знаю, там что-то ему назначить. Речь идет о том, чтобы человек просто находился в нормальных человеческих условиях, не унижающих и не оскорбляющих честь и достоинство до вынесения приговора, домашний арест, под залог, как угодно. Человек не признан виновным. Кстати, знаете, вот может быть тоже для кого-то будет откровение, что очень многие арестанты, они ждут, не дождутся, когда им уже дадут срок, они пойдут на зону. Почему? Потому что на многих зонах условия содержания лучше, чем в следственных изоляторах. То есть для людей, вина которых еще не доказана судом, их содержат хуже, чем преступников, вина которых доказана. Представляете, в чем парадокс? Друзья, значит, мне уже, честно говоря, по барабану, да, там, утомляю вас, не утомляю. Сейчас вопрос реально жизни и смерти Эрика Давидовича. То есть его реально убивают, это без привлечения, можно сказать, в следственном изоляторе матросской тишина. Я отвечаю за свои слова. Я буду делать все. Все, я извиняюсь за выражение, я вас заебу по перископу, я всех сотрудников и чиновников заебу жалобами и ходатайствами, но я добьюсь, чтобы Эрик либо содержался в человеческих условиях, либо он находился под подпиской о невыезде, либо под домашним арестом. Потому что реально те люди, которые все это устроили, реально пидорасы. И вы можете возбудить уголовное дело против меня, причем пидорасы прежде всего в переносном смысле, уроды просто. И я за свои слова отвечаю. Поэтому вы можете от меня отписаться, можете от меня не смотреть, мне плевать на самом деле. Все, что от меня зависит, я сделаю все для того, чтобы жизни и здоровью Эрика ничего не угрожало. То есть я за суд, я за объективный, то есть если он виновен в том, что его обвиняют, пускай он получит заслуженный приговор. Но в данной истории я борюсь в том числе за безопасность и свою, и членов своей семьи, и детей, которым жить в этой стране. И Эрик много раз говорил, почему он все это делает. Он не собирается сваливать за границу, можно было бы денег нахапать и свалить куда-то жить. Мы хотим жить в нашей стране, поэтому мы с вами не быдло реально, а мы люди, то, что называет народ. Мы гражданское общество, и мы будем добиваться справедливости и закона. И пускай они нас боятся, нас 7 миллионов человек, вас 7 миллионов человек. И если 7 миллионов человек можно засадить в пресс-хату, то мы тогда реально быдло. Если мы можем законным путем добиваться своих прав, не успокаиваться, не переключаться на какие-то другие проблемы, а добиваться исполнения закона и справедливости, значит мы люди. То есть в общем-то и пришло время понять, там быдло мы или люди. Еще раз повторяю, что надежды на завтрашний суд не особые, потому что Мосбурсуд не может высечь сам себя. То есть они по сути и продиктовали решение Тверскому суду. Но чудеса в жизни случаются, но даже если этого чуда не происходит, хрен с ним. Мы все равно добьемся справедливости в кассационной инстанции. В более высших инстанциях мы добьемся справедливости и закона. И те, кто устраивает этот беспредел с прессованием и так далее, эти люди должны понести заслуженное наказание. Вот в общем все сказал, и я буду уходить в эфир до тех пор, пока я не буду уверен, что Эрик в безопасности. Вот как я к нему приду в очередной раз, он скажет, все окей, меня никто не прессует, мне приносит еду, меня не вынуждает, меня не разводят на деньги, меня не вынуждает каким-то признательным показанием. Тогда я скажу, отлично, все нормально. Пока все, что происходит с ним в матросской тишине, это реально ад. И я сегодня об этом сказал замначальнику этого следственного изолятора. Его фамилия Нечаев, правда оказалось, что он замначальник по продовольствию или что-то. Причем я ему сказал, скажите пожалуйста, вы замначальник, почему у вас люди, которые содержатся, чувствуют себя говном? Он сказал, а это их проблема. Говорит, лично я, как замначальник, себя говном не чувствую. Вот на этой прекрасной ноте мы, наверное, и закончим. Я могу на какие-то вопросы ответить. Ну вот я вам только что сказал, что ответил замначальника. Главное, что он себя говном не чувствует. Понимаете, какая история? То есть, вот и все. И представьте, если каждый человек, пользуясь своими должностными полномочиями, будет беспределить. Например, хирург будет делать вам, отрезать аппендицит, еще на всякий случай печень, почки подрежет себе, возьмет. Полицейский, пользуясь полномочиями, будет сажать кого угодно. Прачечная будет воровать у вас, белье забирать. То есть, ну, это полный хаос. Поэтому, друзья, не расслабляемся. Если меня слышат представители следственного изолятора матросской тишина, я буду вас ебашить до тех пор, пока вы не перестанете ебашить Эрика. Извините, что я ругаюсь матом. Но по-другому не скажешь. Вот. Вы знаете, чем петиция помогает? Я надеюсь, что она поможет, потому что ее подписало огромное количество людей. Понимаете, вот в чем еще суть всей этой истории? В том, что нет какого-то конкретного действия, которое гарантированно приведет к результату. То есть, мы однозначно не рассматриваем никакие коррупционные схемы. Никто никому денег давать не собирает, сразу говоря. Потому что разные тут предложения поступают. Вот с этими предложениями не ко мне. Наши силы, наш инструмент – это закон, и мы просим только одного, чтобы закон работал. Вот, собственно, и все. Какое действие конкретно приведет к успеху, я не могу вам сказать. Главное – делать как можно больше действий законных. И какое-то из них обязательно, обязательно придет к успеху. У меня нет ни одного дела, которое было бы для меня принципиально, и я бы его не довел до конца. То есть, для меня это просто дело. То есть, понимаете, я как бы человек такой заводной. То есть, меня лучше не заводить, потому что сейчас я завелся, и эта история, она для меня просто принципиальная. Поэтому мы настраиваемся на марафон. То есть, это будет долгая история. Ну, долгая в плане того, что, скорее всего, она не закончится завтра. Но она обязательно закончится, и я уверен, она не будет продолжаться годы, но, к сожалению, это не вопрос нескольких дней. Но если завтра будет рассмотрена наша апелляция с точки зрения закона, то есть, если те люди, которые будут рассматривать ее, вот просто они дистанцируются от всех указаний, от всех инструкций, и действительно подойдут, как прописано в законе, о статусе судей. Это независимость и беспристрастность. Они должны не от кого зависеть, никто им не может отдать приказ. Понимаете? Просто это, может быть, дико звучит для тех людей, которые живут, и для юристов, которые ходят на суд. Я не прекрасно понимаю, что те процессы, где реально суд беспристрастен, да, их единицы. Кстати, я всегда и обеими руками за прецедентное право, друзья, я за прецедентное право, вот как в некоторых странах, что есть решение или приговор по конкретной статье, по конкретным обстоятельствам и так далее. И кто бы потом не рассматривался, не зная, там, бывший президент, там, не зная, там, или там, руководитель той или иной страны, там, высший чиновник или бомж, решение или приговор будет вынесен тот же самый, потому что это прецедент, и суд не может выйти. У нас нет такого, то есть у нас одному по той же самой статье и составу могут дать 5 лет тюрьмы, а другого, по сути, условно, а третьего признать невиновным, и вроде как к суду не придерешься, да, то есть он руководствуется внутренними убеждениями, там, и бла-бла-бла. У нас есть всего лишь приюдицию, но я не буду вас грузить больше вот этими юридическими аспектами, то есть этот плохотрон, который зачастую мы наблюдаем в суде, в данной истории, это реально. И понимаете, когда я вот, знаете, что называется, как бы выступал в суде Тверском, я суде-то сказал, я говорю, вы понимаете, что сейчас вопрос, возможно, решается жизни и смерти этого человека, и без преувеличения. Ну и она, как бы так, особо не парясь, пожалуйста, под стражу. 10 миллионов мы предлагали под залог, а нам не нужно 10 миллионов. Предлагали, значит, домашний арест тоже не катит, под стражу. Удалить запись, а я не буду удалять запись трансляции, эту запись я не буду удалять однозначно. Мне не стыдно ни за что, что я сказал, он знал фамилии, я готов это людям сказать в лицо. Вот здесь люди пишут, уроды, реально уроды, вот реально уроды. И если в этой истории нужно устранить адвоката, хер с ним. Если честно, знаете, я вам скажу, если честно, я к этому подготовился. Я к этому готов, и моя семья готова, да, то есть и родители мои готовы, и мама моего, старшего сына готовы. Понимаешь, что Катя Гордон будет рада там, да, если что-то произойдет. Но в принципе мы готовы, потому что, понимаете, либо нужно из профессии уходить, да, то есть если на каждом, как говорят, на первом же гоп-стопе слиться, да, там, придать клиента, реально дело пахнет керосином, да. То есть меня начали фигачить в средствах массовой информации. И за меня даже беспокоится, вот спасибо огромное Максу Фадееву, моему другу близкому. Он даже прилетел из Бали специально, как бы, чтобы меня поддержать в этой ситуации. И он даже говорит, Сергей, там подумай, там, нужно тебе в это вникать или нужно. Но знаете, в конце концов, иногда в любой профессии возникает такой вопрос, когда ты либо должен уйти из профессии, да, либо не засать и пойти до конца. Вот, честно говоря, мне еще рано уходить из профессии, поэтому в этой истории действительно, как сказал канал «Россия», я пойду до конца, вот. Те, кто не сыт, пойдемте вместе. Все остальные без претензий, то есть реально, как бы, дело опасное. И ситуация с Эриком это подтверждает. Поэтому, значит, по поводу фильма будет решать только Эрик, да, и только ему подчиняются те люди, которые могут этот фильм выложить. Поэтому мне эти вопросы не задавайте. Будем бороться. Извините, что я, может быть, в несколько таком эмоциональном состоянии. В общем, адвокату, наверное, это не сильно свойственно. Я наговорил многое, что там мовчан может нарезать там и вставить, значит, свои передачи. Но мне вот реально срать на его передачи, потому что люди реально не верят уже этому говну. То есть я понял благодаря вам, социальным сетям, что вот эта вот говнопередача, да, там, где какую-то хрень вообще полную несут, даже тупорылые бабушки уже просто это не верят, да, вот этой всей истории. То есть понятно, что это лажа. Поэтому в данном вопросе я, может быть, как бы несколько эмоционален, да, сейчас, потому что мне больно за Эрика, вот реально. И стыдно, может быть, в какой-то степени, да, за то, что происходит вот в правоохранительной системе, даже не целиком, да. Вот я бы понял бы, если бы Эрик был террористом, не знаю, там, если бы его подозревали там в государственные изменения, в интересах государственной безопасности он там что-то совершил. Я могу понять, да, что в интересах государственной безопасности можно иной раз где-то чуть-чуть закон подвинуть, да, потому что, ну, это жизнь большого количества людей. Но в истории с Эриком это просто амбиции одного или нескольких людей. И вот достойно ли вот это все шоу, чтобы, да, некоторые амбициозные люди просто насрали нам на голову и сказали, жуйте. Вот я реально не хочу жевать, потому что я хочу жить в этой стране, я хочу, чтобы в этой стране жили мои дети, я хочу, чтобы в этой стране жили мои родители, они собираются сваливать. Я хочу, чтобы закон работал. Я знал, что если я подрезал, извините, какого-то чиновника, то максимум, что мне грозит, это за то, что я нарушил правила дорожного движения. Ну, точно не какое-то мошенничество, покушение в убийстве, там, Евкурова и прочая хуета. Поэтому, друзья, я вас буду информировать о том, как будут развиваться события. Если среди вас есть журналисты, я вас прошу не зассать и написать реально объективный и честный материал сделать, да. И если вас после этого выгонят из работы, да, я вас возьму к себе, реально отвечаю. Ну, если я сам, в общем-то, буду жив и здоров. Давайте вместе бороться и все будет хорошо, я уверен. Понимаете, я интуитивно знаю, что мы победим. Вот я уверен, как никогда. Мы победим, может быть, это будет непросто, может быть, знаете, как говорят, изрядно потрепаны, но не победим. Может быть, мы будем изрядно потрепаны, может быть, будем изрядно побиты, да, психически, психологически подавлены. Но мы обязательно победим однозначно. То есть, это вопрос принципа. Мы добьемся реально объективного, справедливого приговора, решения по этому делу, следствия. И тогда мы выдохнем и скажем, да, отлично, все хорошо, законно работает. А пока какие-то комплексаты там, да, вот в угоду своим амбициям рулят и меняют законы, все под себя вытачивают, да, там, когда какие-то люди, которые там, да, там, называют себя там блатными, начинают по заданию администрации учреждения давить нормального пацана. И, прикиньте, впрягаться, то есть, человека в камере по понятиям пытаются привлечь за то, что он сажал ментов за взятки, прикиньте, то есть, ну, это вообще, то есть, на мой взгляд, это абсурд. Все, не будем дальше продолжать, меня тут успокаивают люди, у которых есть мой телефон, это действительно там наговорю на что-то. Но, знаете, в этой истории просто вот реально я уже все, я завелся, то есть, для меня это дело принципа. И давайте вместе, вместе мы реально победим, потому что мы не быдло, нас 7 миллионов человек, мы не быдло, мы активная аудитория, да, то есть, мы не все такие интеллигенты, которые там поспорили на кухне, да, там, потом язык в жопу засунули, вышли на улицу, там, улыбаются всем, да, то есть, мы можем реально выражать свое мнение, но я призываю всех действовать в рамках закона, да, то есть, есть большое количество законных способов выражать свое мнение, свою позицию, то есть, нужно дать понять тем комплексатам, которые все это не устроили, да, что мы реально не быдло, и что мы можем добиваться главенства закона. Или, в противном случае, мы зря учились, там, на юристов, адвокатов, или вообще зря учились. Все, всем пока. Если у кого-то какие-то есть вопросы, вы можете мне писать их в Инстаграме, то есть, в Инстаграме просто для меня более понятный инструмент, то есть, я могу читать, там, что-то отвечать, если нужно, если я вдруг не отвечаю, но в любом случае, я практически все читаю. Все на связи, продолжу подготовку к завтрашнему суду, ну, с кем-то, может быть, завтра увидимся, да, с кем-то не увидимся. Друзья, еще раз говорю, прошу всех не беспределить, никому не угрожать, все в рамках закона, потому что именно вот этой провокации от нас и ждут, вполне возможно, будут провокаторы, может быть, они уже есть, да, они там что-то пишут, у вас своя голова на плечах, не поддавайтесь зомбированию, и, в общем-то, все будет хорошо. Все, обнимаю.